25 мая в спортшколе Диноборс прошел турнир Лобинского района по Тэквондо. Его посвятили Дню защиты детей. Директор спортшколы Виктор Мирошниченко и президент Лобинской федерации Тэквондо Александра Тищенко поздравили и спортсменов, и болельщиков с приближающимся праздником. Эти соревнования прошли также в рамках антинаркотической акции, девиз которой – «Спорту да, наркотикам нет». Более 40 спортсменов приняли участие, а победителями стали Игольницын Егор, Лихушина Ника, Игольницын Артем, Милахин Артем, Никифорова Алина, Шабунин Кузьма и Татаринцев Макар. 26 мая в спортшколе «Динобор» состоялись соревнования по спортивному туризму. В них приняли участие более 60 спортсменов из Славянска на Кубани, поселка Красного и из Лобинска. Соревнования посвятили памятью героя России Игоря Маренкова. В дистанциях наши спортсмены показали следующие результаты. Пешеходная связка в группе «Мальчики и девочки». На третьем месте Белозеров Ярослав, Сельванов Виталий. На втором месте Морданева Анастасия, Чернова Ульяна, Бабенко Тимофей и Сергеев Артем. На первом месте Бурдакова Дарья, Дмитриева Полина, Турк Али, Стаценко Евгений. Дистанция пешеходная второго класса на третьем месте Никитин Егор, Сологуб Евгений. На втором – Симаков Кирилл, Корякин Антон. И на первом месте Корякин Семен, Кулаков Артем. На дистанции пешеходная связка третьего класса юноши-девушки. На первом месте Модина София, Стаценко Олеся, Ребров Игорь, Дорошко Владимир. На втором – Елерзаев Николай, Анищенко Захар. Дистанция пешеходная связка в группе «Мужчины и женщины». На первом месте Хорошунова Дарья, Никулина Валентина, Головков Алексей, Кипкеев, Мухаммад. На дистанции пешеходная группа первое место Ребров Игорь, Дорошко Владимир, Анищенко Захар, Алерзаев Николай, Стаценко Олеся, Модина София, Лакандилова Анастасия и Киселева Виктория. Тренируют спортсменов Андрей Басов и Андрей Шабардин. День массового футбола состоялся на стадионе «Труд». Фестиваль направлен на популяризацию этого вида спорта и пропаганду здорового образа жизни. Фестиваль подразумевает собой что? Это не просто игра в футбол, это демонстрация каких-то суперспособностей кого-то из игроков. То есть проводится мастер-класс, а остальные участники этого мероприятия посмотрят, как это правильно выполняется. Ну, естественно, как таковая проведется игра в футбол, потому что что такое спорт? Все равно должен определиться лучший, все равно соревновательный момент должен присутствовать. Статистики утверждают, что в России футбол является самым востребованным, самым смотрибельным, самым массовым. Мы его любим, мы смотрим и, конечно, очень здорово, когда играют хорошо и игра результативная. А чтобы это было, надо, чтобы вот эти малыши, которые сегодня будут участвовать в фестивале, понимали, что такое футбол, любили его и работали. Как говорят у нас, футбол может играть каждый, совсем далеко не так. В принципе, это сложная игра и нужно не просто бей-беги, а мыслить, играть. А самое главное, конечно, это работа в команде. Когда есть команда, есть и хороший результат. Такие мероприятия проводятся каждый год, проводятся они всероссийские, это не только Краснодарский край, все субъекты федерации сегодня проводят День массового футбола. После таких мероприятий массовых футбол набирает популярность, увеличится количество желающих заниматься, кто не занимался. Не только малыши, но и ребята повзрослее понимают, что это интересно, приходить, играть на поле, тем более у нас такой прекрасный стадион. Тренеры лобинских команд знают, что фестиваль будет полезен для их воспитанников. Это возможность проявить себя и чему-то научиться у спортсменов более опытных. На поле тренируется команда Корпан, юные футболисты готовы учиться. Больше игр, больше здоровья, поэтому стремимся к тому, чтобы как можно чаще такие праздники были. Занимаемся с детьми, воспитываем. Любой мастер-класс это показатель чего-то, какого-то вида спорта, какого-то занятия, какого-то хобби. Мастер-класс что подразумевает? Чтобы те же детки увидели, что можно делать с этим мячом, как с ним можно работать. И, конечно, у них начнется совсем другое, начнется стремление еще больше, чем оно было. Самое главное в футболе – это победа. Чтобы ее заслужить, нужно правильно выставить тактику. Все должны игроки играть на своих позициях. И если все будут придерживаться мнению тренера, то команда победит. Если один из игроков не будет придерживаться мнения, что говорит тренер, то тогда команда уже может и проиграть. Хотим, чтобы все больше на наш стадион приходило людей, которые хотят заниматься футболом. Не только младшее поколение, но и старшее поколение. Мы здесь проводим еще турнир «Мама, папа и я» – спортивная семья. Да, здесь должно участвовать у нас несколько команд. Придут мамы, которые, может быть, никогда не играли в футбол, но они сегодня должны показать класс детям и папам. Как раз папа берет пример юный Сережа Шута. Футбол он любит и знает, какой ценой достаются победы. Мне нравится футбол, потому что там можно бенгать и хорошо играть, и зарабатывать много кубков и много медалей. У моего папы сейчас очень много медалей. В этот день повезло футболистам из команды «Лаба», которых тренирует Сергей Шутов. Они заняли первое место. В рамках фестиваля состоялись семейные игры и мастер-класс спортсменов Краснодарского клуба. Что касается семейного футбола, все участники получили награды, сертификаты Всероссийского фестиваля и массу положительных эмоций. В Чебоксарах прошло первенство России по настольному теннису среди мальчиков и девочек 2007 года рождения и младше. В составе сборной команды Краснодарского края в этих соревнованиях принял участие спортсмен школы-лидер Курдюков Владислав. В итоге многодневной борьбы он вошел в топ-50 сильнейших и улучшил свой рейтинг на два места. Но надо отметить, что своим итогом Владислав недоволен. Он рассчитывал на более успешное выступление. Но, по мнению тренера Игоря Осоцкого, необходимо учитывать то, что Владислав на год младше остальных участников. Да и опыта выступлений в таких крупных соревнованиях пока еще недостаточно. Наставники и болельщики уверены, что при правильном планировании и организации тренировочного процесса талантливый теннисист достигнет высоких спортивных вершин. Субтитры создавал DimaTorzok